Обращался ли Владимир Вирчес за помощью к Дмитрию Гордону, спрашивает Сергей, телезритель. Вы знаете, я как-то не хотел говорить об этой истории, но раз вопрос прозвучал, тем более, что есть какие-то обвинения меня в том, что я не помог Владимиру Вирчесу, то я вам об этом расскажу. Первый раз. Я ехал в машине, позвонил человек ко мне, говорит, вот к вам обращается друг Владимира Вирчеса, друг вашего друга Владимира Вирчеса, он попал в беду, он хочет встретиться. Я говорю, ну, во-первых, не друга, я его видел два раза в жизни. Как-то мы за столом с ним оказались на каком-то мероприятии, еще раз я его видел, все. Ну, какой друг? Во-вторых, говорю, ну, сейчас он хочет встретиться. Я говорю, ну, сейчас карантин, какие встречи? Я как-то не встречаюсь. Вот, а что нужно? Ну, это по телефону нельзя говорить, только встреча. Я говорю, ну, нельзя, значит, нельзя. Приехал домой, что-то меня, что-то мне не нравится. Позвонил. Позвонил я, а, нет, позвонил мне Владимир Вирчес после этого. Говорит, вот я хотел бы встретиться. Я говорю, ну, давайте по телефону, но это не телефонный разговор. И я ему перезвонил вечером. Говорю, смотрите, вам нужна помощь, я чувствую, вам нужна помощь. Давайте мы сделаем интервью с вами, сайт сделает интервью. Олеся может сделать интервью с вами. Он говорит, да нет, мне не нужны интервью. Мне нужно поговорить, вот я там с одним человеком зацепился, там он непорядочно себя повел. И надо посоветоваться и разобраться. Я думаю, ну, мне еще разбираться в делах Владимира Вирчеса, которого я видел два раза в жизни, с каким-то человеком, который себя непорядочно повел. Да мне не хватает времени с детьми посидеть, поговорить. Я говорю, смотрите, все, что я могу, интервью хотите? Он говорит, нет. Я говорю, ну, пусть кто-то скажет, нет. Только вот встретиться, поговорить. Я говорю, извините, ну, пандемия сейчас нет. Ну, прошло там пару недель, он повесился. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Ну, все, что я мог, я ему предложил. Он от этого отказался. Я оскорблю, это выдающийся спортсмен, боксер. Ну, разбираться в чьих-то конфликтах, тратить на это время, я не готов. У меня вот так работает. Сплю мало. Ем урывками. Да, это страшная трагедия. Владимир Верчерс, известный украинский, на весь мир известный боксер, был найден повешенным. Основная версия самоубийства. Меня еще просто смутило, знаете что, что его товарищ сказал, что это ваш близкий друг, там, и оказывается, он этот телефонный разговор записывал наш, как потом выяснилось. Кстати, если у кого-то есть какие-то претензии из его товарищей, пусть выложит наш телефонный разговор, он ничем не отличается от того, что я вам сейчас рассказываю. Спасибо большое. Я понял, что вы впервые об этом говорите сейчас. Да, да, да. Я говорю всегда, как есть. Ко мне поступает очень много просьб с кем-то встретиться, с большими людьми, выступить третейским судьей в каких-то спорах финансовых, экономических. Ну, если бы я этим занимался, у меня бы не осталось времени ни на семью, ни на творчество, ни на что. Поэтому я это в сторону, я занимаюсь своими делами. Субтитры создавал DimaTorzok